Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить печеночный пирог. Для этого нам потребуется пол килограмма печени, 2 яйца, стакан молока, пол стакана пшеничной муки, 3 луковицы и 3 моркови, а также майонез, ну и растительное масло для жарки. Итак, приступим к приготовлению. А теперь мы будем подготавливать печень для теста. Я ее измельчу в блендере, а также ее можно пропустить через мясорубку. После того, как мы измельчили нашу печень в блендере, мы выкладываем ее в посуду, где будем смешивать остальные ингредиенты. В печень добавляем 2 яйца. 1 стакан молока, 200 миллилитров и пол стакана муки. Добавляем перец. По вкусу можно не добавлять. и соль. Соль пару щепоток. После того, как мы все соединили в чаши, мы это все размешиваем до однородности. Можете взять миксер, блендер. Наше тесто готово. Теперь приступаем к жарке блинов. На разогретую с маслом сковороду мы вливаем наше подготовленное тесто. И распределяем его по всей поверхности нашей сковороды. И обжариваем с двух сторон. Вот такие блины получаются. А теперь я доготовлю все оставшееся тесто. А после займемся начинкой. А теперь мы приступим к нарезке овощей. Для начинки нашего будущего печеночного торта. Нарезать я буду мелким кубиком. Вы можете нарезать и полукольцами, и полукольцами еще пополам. Но мне так удобнее. Лук мы измельчили. А теперь мы будем натирать морковь на крупной терке. Музыка. На разогретую маслом сковороду мы выкладываем наши подготовленные овощи. Лук. Нарезанный кубиком. И натертую на крупной терке морковь. И ставим томиться на маленький огонь до готовности. Музыка. Итак, наши блинчики готовы. Зажарка тоже уже готова. Уже немножко подостыла. Теперь будем собирать с вами печеночный торт. Музыка. Итак, начнем с майонеза. И так будем смазывать каждый корж. У меня майонез своего приготовления. На моем канале есть рецепт, как его сделать. Ссылочку я оставлю в описании, кому интересно. И так, после того, как мы смазали наш первый блинчик, мы выкладываем на него нашу начинку. моюjes из лука и морковки. выложили теперь укладываем следующий корж и делаем то же самое печеночный торт готов теперь даем ему постоять 2-3 часа и потом можно кушать всем приятного аппетита спасибо за просмотр ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео всем приятного аппетита